Добрый день, уважаемые жители Республики Сахай-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе характеризуется 183 случаями заболевания новой коронавирусной инфекции. Есть определенное снижение, соответственно, и есть определенная тенденция к необходимости и дальнейшего соблюдения норм, соответственно, санитарно-эпидемиологических. Среди 183 случаев 38 заболевших дети, еще раз обращаю внимание на необходимость, особенно руководству образовательных организаций в преддверии проведения как праздников в учебных заведениях, так и дошкольных образовательных учреждений, при их проведении не допускать нарушения норм санитарно-эпидемиологического надзора и контроля. Из 145 взрослых непривитых 139 человек, 96% это составляет сегодня в стационарах получают лечение 991 пациент, в состоянии средней тяжести 905 человек, в тяжелом состоянии 86, из них 84 пациента непривитые. В отделениях реанимации Мегина-Кангаласского, Нюрингринского, Мирненского и Салданского района и города Якутска борются за жизнение 15 крайне тяжелых больных наши медицинские работники. Наиболее напряженная сегодня ситуация по заболеваниям характеризуется для Нюрингринского, Алданского и Сунтарского районов, Мегина-Кангаласского и Хангаласского. Сегодня мы продолжаем вакцинальную кампанию против коронавирусной инфекции. Сегодня первым компонентом привито 71% от взрослого населения в целом по всей республике. При этом необходимо обратить внимание, что свыше 90% у нас привито от взрослого населения в Алаиховском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском районах. Свыше 80% в Абыском, Верхнеколымском, Жиганском и Ленском. В Якутске привито 75% взрослого населения. Меньше 60% привито взрослого населения в Чуропчинском улусе. Сегодня состоялась непосредственно встреча с главой Чуропчинского улуса Степаном Анатольевичем Саргыдаевым, на котором мы определили основные задачи и позиции, связанные с вакцинацией населения в Чуропчинском улусе и план действий по предотвращению для того, чтобы данную ситуацию разрешить. Уважаемые жители республики Сахая-Кутия, вчера на оперативном штабе у главы республики Сахая-Кутия был принят план по противодействию новым этапам работы в новогодние праздники и, соответственно, непосредственно план действия по противодействию новому штабу коронавирусной инфекции. Соответствующую мобилизацию осуществляют как учреждения здравоохранения, так и управление Роспотребнадзором. В связи с чем обращаем ваше внимание на выбор своих передвижений, связанных в новогодние праздники в каникулярное время, для того, чтобы сохранить в том числе собственное здоровье с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.